Девушки отдыхают Она помогла, чтобы голос может передать всю гамму чувств настолько тонко, что в принципе не нужно ни прыгать, ни скакать, а только голосом довести можно зал до слез. Я никогда не верила, что я, девочка из Таюжного, Северного города, могу поступить в это божественное учебное заведение. Но в меня верила очень моя педагога, Сусанна Павловна Томилова. Я помню, я пела Моцарта. «Приди, ума и снова пусть». Она сидела, смотрела и говорит, эта девочка будет у меня петь «Царицу ночи». И она просто настояла на том, чтобы я поехала в Москву. Директор училища Турченко Владимир Иванович взял меня за руку. Мы поехали в центральный железнодорожный касс. Я слышу такой крик. «Моя студентка не может уехать! Может быть, это талант! Может быть, это будущее России!» Короче говоря, я попала в Москву, но были выходные. И я так села с чемоданчиком у памятника Чайковского. Пробегает наша девочка тоже из Свердловска. И говорит, ты мне вечером позвони. Я тебя пущу к себе переночевать. Я помню, я вышла в этот большой зал. Эти окна, этот свет. Я думала, боже мой, Лара! Мне выпало счастье здесь просто спеть. Очень большое количество времени я проводила в фонотеке. И я поняла тогда, что из русских композиторов я больше всего выделяла бы. Чайковский – это боль русского народа. И, конечно, Рахманинов – это наша русская душа. Годы учебы в Московской консерватории – это такой спринт. И я благодарна тем наставникам, которые сделали нас мастерами. Ирина Ивановна Масленникова, которая научила меня не просто видеть ноты, она научила меня между этих нот увидеть музыку. Потрясающий дирижер в оперной студии Евгений Яковлевич Рацер. Он научил меня о работе с оркестром. Владимир Фомич Жданов, он разжал нас. Научил нас основам актерского мастерства, с которыми я потом пришла в театр. Меня вызвали в руководство оперы Большого театра. Евгений Тихонович Райков меня спросил, не страшно тебе будет петь главные партии? Я сказала, нет-нет, я спою сразу «Виолетту» и «Разину». И по иронии судьбы, на моем первом спектакле в зале оказался немецкий спортивный продюсер. И он подошел ко мне и сказал, я бы хотел, чтобы через 10 дней вы спели в Мюнхене. Мне очень много раз предлагали уехать за границу. Я не могу там находиться. Я не могла бы жить ни в Америке, ни в Дании, ни в Англии. Я тоскую, я начинаю грустить. Большой театр у меня был первый, единственный. Меня всегда отпускали на гастроли, потому что знали, что я всегда вернусь. Мост между исполнителем и публикой нельзя разрушать. Очень неприятно, когда в зале сидят люди в шортах или в джинсах. Я, например, вижу каждого сидящего в зале. Если вдруг разворачивают конфетки, это тебе сигнал. По реакции людей, выходящих из зала, всегда понятно, спектакль прошел удачно или неудачно. И когда ты видишь какие-то глаза, ты понимаешь, что человек по меньшей мере 3 дня, это точно он будет совершать только добрые поступки. У нас наступление в Кардифе. Я там заболела, не могла говорить. Но извините, я лицо России, и я не могу подвести свою страну. Я вышла и пела. Когда ты знаешь, что с голосом можно сделать, с голосом можно сделать все. Но ты должен понимать, на что ты не способен. Что такое профессия певца? Ты выходишь на сцену, какой-то вот коридор перед тобой открывается, и все, и душа летит. Опера – это, прежде всего, коллективный труд. Уходит год-два на то, чтобы перестроить голос. Для этих целей была создана моя школа. Научить петь можно любого человека, если у него есть, конечно, голос. А вот эту душу и сердце подарить невозможно. Певец, он действительно является посредником между Богом и людьми. Это ощущение я принесла через всю жизнь. Бабушке моей, Филинсата Михайловне, был очень красивый голос. И вот бабушка всегда мне рассказывала. Когда был эвакуирован Большой театр в Свердловск, она познакомилась с Иваном Семеновичем Козловским. Они пели дуэтом, песни. Проходят годы. На пятом курсе консерватории на концерт пришел Иван Семенович Козловский. Он подарил мне цветочек. Иван Семенович очень любил приходить на мои спектакли. Большой театр и вот такая мистическая связь между прошлым и будущим. Я думаю, что если бабушка меня видит с той стороны, она, наверное, очень-очень радуется. Всегда развиваться, учить языки, слушать больше оркестровой музыки, открывать для себя мир современной музыки. Конечно, занятие спортом. Все-таки дыхание наше опирается на мышцы. Скороговорки. Каждый день корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Ну и вперед. Удача любит смелых. Субтитры создавал DimaTorzok